МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аплодируйте, и Маркова упала куда, где ей нужно было. Анна, спасибо огромное, что к нам пришли. Мы, если честно, очень рады вашему приходу к нам, рады вашему появлению наконец-то во флагманском сериале первого канала, который называется «Краткий курс счастливой жизни». Вы так скромно ее поправляете, а я все хорошо знаю. Анна, скажи, что мы будем с вами готовить сегодня? Мы будем готовить ежики. И там есть у меня успея, мы будем еще готовить гренки. Я не помню, как она точно называется. Гренки-ежики. Дорогие наши телезрители, зовите к экранам детей, которые любят сказки Сутеевых. Мы будем сегодня готовить блюда из ваших любимых героев. Из ежиков. Ну, это ежики наши знаменитые, на которых мы все росли. Да, вот эти вот фарш, рис. Да. Вот это все. Давайте мы тогда, Анна, начнем. С чего мы начинаем? Мы начнем с того, что мы возьмем мясо. Берем мясо сразу. Вот смотрите, у нас, это у нас вот, вот все, пожалуйста, мясо здесь. Так. И в мясорубку его поместите. Нам нужно мясо прокрутить в мясорубке. Скажите, пожалуйста, нужно ли нам прокручивать вместе с луком? Вместе? Нет, нам нужно прокрутить мясо, отдельно порезать лук и его пожарить. А морковка не туда? Позже. Позже. Морковка позже, лук, вот нож. Вот такой у вас устроят? А, да. Прошу вас, такой вот нож, я возьму быстро. Значит, скажите, нам нужно мясо, вот весь этот кусок нужно перемолоть, да? Или нет, она многовато будет? Ну, давайте посмотрим. Ну, это ж какого? Это ж какого ежика. Давайте две трети от него. Две трети? Да, две трети, так и сделаем. Ну, сейчас это все быстро, я сейчас вам это быстро все продемонстрирую. Не нужно ничего вообще добавлять, так, мясо? Ну, вот сейчас не нужно, мы потом уже будем добавлять, да. Просто перемолоть и в мясорубку больше ничего. Да. Анна, скажите, как часто вы, молодая, красивая актриса, готовите? Я готовлю часто. Вы готовите часто? Для кого вы готовите, Анна? Кто является основным вашим дегустатором ваших блюд? Ну... Поклонником ваших блюд? Семья? Да. Друзья? Семья. Родственники, киногруппа, сотрудники ЖЭКа. Я буду перестать, пока вы не скажете, стоп. Раньше, раньше это были друзья, вернее, совсем раньше семья, семья, ну, первой, ну, как это сказать, ну, семья, в которой ты родился. Семья, в которой родился, это первая семья, я называю. Вот. Первая семья. А потом это были, ну, друзья. 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 А потом, соответственно, уже твоя семья. А потом уже твоя семья. Все правильно. Значит, все верно. У нас тоже так было, знаете, но я только, у меня другая ситуация, потому что я называл первой семьей, семьей, это тут, в которой я родился. Вторая семья была та, которая меня украла. Третья семья была та, в которой меня продали. Четвертая семья, опять моя семья была, когда меня выпукли. Отец обменил на видеоплеер. Ну, ладно. Так. Видите, пока, к сожалению, пока спим. Вот. Заработало. Прекрасно. Теперь молниеносно, молниеносно, я прямо отправляю. О, пошло дело. Со свистом. Так, Анна, дело сделано. Что дальше? А дальше нам с вами нужно включить огонь под сковородой. Огонь под сковородой, пожалуйста, это мы делаем вот так. Обжарить лук. Да, ну, понимаете. Это будет молниеносно, сейчас я вам покажу. Я вам, например, клянусь вам, я первый раз в своей жизни готовлю ежики. Я ел их много раз. У нас в семье их не готовили. То есть у нас, ну, мы ели мало мяса. Ну, потому что актерская семья. В то время актеры ели мало мяса. Мама убеждала меня, что это, чтобы мы налегали на зелень, не ели крапивные щи. Ага. Щавелевый суп, компот из чертополоха, мать и мачеха. Ну, мать и мачеха это не в смысле, мы ели. Это просто у меня была мать, и мачеха менялась раз в месяц. Так, значит, 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 значит. И мы бросаем туда... Нет, подождите, ничего не бросаем. Но только если возможно... Без барбарицы. Да. Потому что нам вот нужна такая приправа, которая... Только без барбарицы. Да, к плову. Ее берешь на рынке, у людей специально обученных... Посмотрите-ка. Давайте. Ой-ой-ой. 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 Выскворчало. Сейчас, секундочку. Девочка, отойдите-ка на секундочку. Оп, оп, оп. Оп, прекрасно. Так, вот это тот самый случай, когда, может быть, стрельба из лука происходит буквально в высоте. Вот я иду. Давайте посыпаем прямо вот это. Да. Так, без барбариса. Ну, по возможности, да. Мясо, приправы, это приправа для плова. Продается на любом рынке, друзья. На любом рынке. Но это же, честно говоря, мои вольности, потому что бабушка частенько... Да. И она, конечно, так не делает. Просто уже потом блюдо обрастает всякими подробностями. Блюдо обрастает всякими подробностями. Расскажите, пожалуйста, Анна, как проходил ваш кастинг на участие в художественном телевизионном фильме «Краткий курс счастливой жизни». Как вас заинтересовал режиссер? Меня режиссер вообще давно очень заинтересовал, как только я посмотрела какие-то работы. А что вы увидели первого режиссера Валерия Гай Германи? Я первого видела фильм «Девочки». «Девочки». Вот. А потом, конечно же, я увидела фильм «Все умрут, а я останусь». «Все умрут, а я останусь». Чего и началась моя любовь. И вы прямо, то есть это прямо действительно, это ваш... Ну, мне нравится фильм. Очень-очень нравится. Но он странный. Он... Я в конце хотела... Вот смотрите, странный. Фильм странный, а режиссер нет. Ну ладно, это все так что-то талет. Режиссер нежный. Режиссер нежный. А вот скажите, вот у меня ощущение, что я с Валерией знакомым совсем немного. Смотрите, Валерия, на меня произойдет ощущение, конечно, очень своеобразного, эксцентричной и экстравагантной, я бы сказал, такой вот особой. Ну, это, я думаю, именно потому, что вы, скорее всего, поверхностно знакомы с вами. Да? Да, потому что... А то есть вы расскажите тогда про Валерию Германию, то, что мы про нее не знаем. Мы, ну, вот какие-то, какой-то вот взгляд со стороны. Вы с ней провели... Сколько? Полгода. У нас лук, лук, лук. Так, лучок, просто что вон еще? Чуть-чуть совсем так вот... И чуть-чуть красного каенского перца. И чуть-чуть красного каенского. Что нам еще нужно? А, нет, я еще не закончила. Я закончила выбирать барбарис. Барбарис, правильно. Ну, так, мы же обозначили. Вы будете рукой прямо это делать? Можно вас не сочетать? Можно, вообще. Вы сняли кольца? А зря, потому что, когда в ежики попадает кольцо, все-таки, что Валерия Гайгерманика? Валерия Гайгерманика нежнейшая. Правда? Да. Мне кажется, она очень трогательная, нежная такая, и внутри очень ранимый человек. Это правда? Ну, кстати, вы шутите опять? Нет. Не, правда? Кстати, вы шутите опять? Это... Я не задорнул, чтобы меня об этом спрашивали. Вы шутите или нет? Мы деньги заплатили, а я вот сижу уже. Ну, в общем, это правда все, что вы сказали. Валера действительно нежнейшее существо. Расскажите, что вы делали? Вот, допустим, я знаю, на съемочной площадке есть какие-то... Сюда лук, да? Есть такие моменты, когда, ну, вот режиссеры, актеры могут посидеть, и как-то особо делать нечего. И начинается такой разговор какой-то там, что-то такое. Косточки перемывает. Вы знаете, как было весело, потому как с самого, практически первого и до последнего дня мы назывались, так получилось, киносемьей. Это кто вас так назвал? Ну, это как-то так назвалось. Киносемья, да? Да. И все, что происходило с людьми, которые были на площадке, а это, в общем, ну, серьезное количество человек. Конечно, конечно. Люди приходили, немедленно рассказывали, что у них было вчера, как они провели вечер. То есть вы точили лясы там сидели? Постоянно. Мы знали, что происходило у каждого из нас, с кем и с кем. А знаете, кто тут? Я знаю, у Стивена Спирога на площадке там стоят там очень много всяких там какие-то стоят пинг-понг, игровые автоматы, компьютерные игры, еда все время. Помогите мне с рисом. Давайте, хорошо. Значит, что нам нужно? Сколько? Нам нужно весь этот рис сюда теперь кидать. Весь этот рис? Да, кидайте. Ну, я так посыплю. Все. Значит, у вас было все так. Скажите, а вот вы перед серьезными, у вас серьезные сцены. Я же сериал видел только... Ну, как я не мог? Смотрите сериал. Ну, ладно, и прям смотрите, после приходите домой и смотрите наш сериал. Нет, если честно, не всегда есть время. Ну, я вот приходил, я... Ну, я что-то пришел, первый день, знаете, как было? Я пришел домой, ну, между каналом... Вы правду говорите, или потому что мы на Первом канале? Нет, я правду говорю. Я вообще... Я, во-первых, именно... Во-первых, именно... Я не ссорирую. Правда, правда. Именно, потому что я говорю правду, я на Первом канале. Вот так говорю. А, нет. То есть, вам не кажется, что преувеличены слухи о откровенности нашего... Преувеличены. Ну, я, если честно, честно могу сказать, тут сложное дело, потому что, я знаю, что, например, в Соединенных Штатах Америки... Я не знаю, надо кое-что тут сделать. Ну-ка. Все отлично. Все нормально? Да, а... Мы продолжаем разговор, но, тем не менее... Я просто пытаюсь понять, вы попробовали или вы что-то добавили от себя? Попробовал, я понял. Так. Такой тайный рецепт. Ладно, у нас Анна с Люси сегодня, друзья, напоминаю. Анна сейчас, как Амели, погружает руки только не в бобы, а в фарш. Это не очень, да? Это отлично. Это отлично. Я сам всегда мешаю. Мы можем сделать одного большого ежа. Мы же как будто в полном. Противотанкового. Знаете, гигантский противотанковый еж, чтобы таксистов... Ну, танкистов уже нету, таксистов. Ну, его ловить. Не надо ли воду поставить? Надо. Да. А вы открываете крышку, потому что мы можем класть ежей... В холодную воду? Да. Совершенно верно. Подождите, подождите. Значит, друзья, смотрите, что происходит. Вань, а если вам не хочется погружать руки в мясо? Да. Ну, если не хочется, то не надо. Да и хочется, смотрите. Только вы так делаете, чтобы ваши ежики были похожи на мои размеры. Чтобы ваши... Ну, размером, да, но, конечно, интеллекта будет куда слабее. Такой туповатой ежей у меня. Так, и аккуратно мы погружаем их. Да? Да, да. Вот так. Значит, друзья, напоминаю, что мы готовим с Анной Скрусией. Сегодня блюдо, которое... Я бы назвал это блюдо советской кулинарии. Вы пока здесь, Анна, готовьтесь. А я пойду с сырым ежом в руке. У нас, друзья, сейчас реклама, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что означала фраза Сталина, когда он произнес «Бери, сегодня бери, мы с тобой будем готовить ежика». Потому что ягодку мы уже приготовили. Свинья под дубом вековым наелась желудей досыта до отвала, наевшись, выспалась под ним, потом глаза продравши встала. Тут из нее Виталий сделал сало. Дорогие друзья, Смарт на первом канале у нас в гостях сегодня Анна Слю. И мы готовим вместе с Анной, мы готовим ежики. Закипает вода, закипает вода. И надо сказать, что... Стали мокрыми пальцы. Воды должна быть ровно столько, сколько ежик. Ну, в смысле, чтобы она была... Назовем так, чтобы макушки ежиков слегка высовывались. Совершенно верно. Из кастрю. Ну, или так. Я поручаю тебе порезать морковь. Я режу морковь. Каким образом нужно резать морковь, Анна? Смотри, так как она не очень у нас крупная, мы ее порежем... Вот прямо колечко. А, вот. Так и на четыре, понимаешь. На четыре? Ну, вот так и еще разок. Вот так? Да, а потом? Вот так? Да. И потом уже вот так. Все услышали. А мне тогда нужно доска, я почему-то. А мы эту морковь режем для салата, для обжарки, для чего? Мы ее режем для того, чтобы положить туда внутрь, в кастрюлю. К ежикам? Да, но сначала мы ее обжарим, конечно же. Анна. Да, я. У меня вопрос вот такой. Я говорю все-таки об откровенных сценах. Ой-ой-ой. Вот. Хоть слухи привлечены, я сейчас хочу говорить не о том, что... Просто меня волнует о том, как все же по-разному к этому относятся. Мы режем помидоры, чтобы потом тоже их обжарить и положить туда. Да, да, да. Я, если честно, вот не понимаю, как артисты, которые, ну, все-таки, которым нужно это делать, вот как просто, как к этому отношению? У меня чудовищное. Чудовищное отношение. У меня первый раз в жизни это было. И только в том, что там Лера, ну, режиссер, и потому что не было ощущения, что тебя разводят, знаете, как-то... Самое главное, чтобы это выглядело потом красиво, правда, не как-то не... Нет, самое главное, чтобы тебе вот не было ощущения, что это бессмысленное твое раздевание, чтобы все как-то поржали, там... То есть я могу сказать вот что. Ну, честь и хвала тем режиссерам, вот так бы я сказал, которые не разводят, а умеют подать это как художественный прием и, самое главное, необходимый прием. Потому что я... Мы же все любим, когда, скажем, по-настоящему в боевиках дерутся или стреляют, или там еще что-то. У Леры есть какое-то удивительное чутье на то... Это все зависит от режиссера, правда? Правда. На то, насколько это важно и уместно, так скажем. И поэтому ты как-то, ну, когда тебе она говорит, пора, мол, ты понимаешь, что это действительно пора, и что ей, честно говоря, тоже это так же, ну... Вообще, я сейчас стою вот и думаю, а удивительно, почему ты не снимался у нас? Вот. Вот и я думаю об этом. Почему я не снимался? Я пришел, я прошел кастинг, там мне четыре женские роли предлагали. А ты отказался? Я пробовался, но там проблема была с костюмами. Так, я дорезаю морковочку, да? Да. И мы ее... Соответственно, а где магическое место с маслом, которое для нас? Сейчас все мы сделаем. Сейчас мы все сделаем моментально. Раз, два, три, четыре. Вот так. Масло. Сюда. И мы сначала морковь, да, чтобы она стала мягенькая, а потом помидор. Да. И даже, я думаю, что, возможно, раздельно это будем делать. Отдельно? Жарю я почему? Да. Ну, не знаю. А, понятно. Так, эстетически. Тогда понятно. Ну, в общем, как-то... А как... А вот у вас, вы с девочками, с артистами обсуждали это вообще? Кому насколько это вот... Кому просто? Обсуждали, конечно же. Да? Ну, и как девчонки к этому относятся? Мне кажется, все такие замечательные актрисы, и всем как-то, ну, у всех это вызывает такое... Ну, все, честно говоря, очень... Ну, есть такой степень доверия Крещевской. Есть же, у нас есть актрисы, которые говорят, я сниматься не буду. Я была такой актрисой. Ну, просто, ну, сложно. Я много раз слышал эту фразу. Конечно. Это... Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. А нам нужна шумовка. Шумовочка, да. А надо поменьше огонь тела, да? А, ну, да. Шумовочка, вот она. Давайте. Давайте я все делаю. Так, вашу героиню ведь зовут так же, как вас, Анна. Мою героиню, знаете, как зовут? Анна Козлова. В честь сценаристки? Так получилось. Мы под... Ну, дело в том... Ну, ладно. Эта сценаристка сама не ожидала, вдруг как-то получился. А у нас... Ну, дело в том, что сценарий какой-то, ну, так, перерабатывался. А, то есть это менялись имена и фамилия? Ну, он дорабатывался, и некоторое время... Ну, я, например, не знала, как зовут, ну, полностью мою героиню. Ну, да, да. Поэтому на съемочной площадке было придумано, как ее зовут. И... И что-то подумали, а чего он у нас... Нет, мы не ассоциировали с Саней Козловой, которая наша сценарист, но просто так получилось. У меня первая любовь была Дима Козлов. Я подумала, а почему бы вот так не передать парню привет? Шесть лет, шесть лет, шесть лет. Шесть лет у вас была любовь Димы Козлов? Да. Детсадовская любовь, конечно. Да, да. Потому что есть в школе любовь Димы Козлов. Тогда вот это... Уже так сильно. Ну, уже... Нет, ну, почему? Просто это, на самом деле, очень симпатично. Очень. Мы с вами все время разговариваем и не делаем ничего, чтобы... Не понимаю, у нас все-таки кипит, не кипит. Какая-то странная... Вот, закипает. Все. Вот это все мы должны собрать, все вот это вот. Давай, я буду этим, пожалуйста, заниматься. А я? А ты великолепные гренки, и тебе нужно взять вот там хлеб, который... Великолепные гренки. Вот. У нас есть вот такой вот хлеб, есть круглый, такой лучше. Вот такой. Вот такой хлеб. Значит, хлеб должен быть бездрожжевой, желательно из ржаной муки. Анна, вот посмотрите, что у нас тут... Ой, морковочка, еще такая, я бы сказал так, несколько... Значит, ну что, может быть, добавлять уже рано? Кидай, кидай морковку туда. В смысле, помидор? Нет, морковь туда. Морковь в ежике? Да. Дорогие ежики, к вам гости. Порезанная морква. Так. Так. И теперь на эту же сковородку, ничего не стесняясь и не мою. Вообще никто не стесняется сковородок. Добавляем еще немного масла. Пусть сковородок стесняется Федора. Так. Так, Артем, вот у нас масло. Так, добавляем немножечко маслица, чуть-чуть, все. И помидорчики. Смотрите. Смотрите. Так, а теперь? Режем хлеб. Режем хлеб. Ой, какой вкусный хлеб. Какой толщины? Сейчас скажу. Должны быть кусочки. Ну, на этом просто отрежем, да, я? И ну вот в палец толщиной. Вот такие? Мой палец. Ну да. Это мой палец. Ну давай твой палец. Так. Так. И режем до конца. Так, вообще полностью весь хлеб? Да. Да. Ничего себе. У нас будет такая диетическая. Это не трогаем, трогаем. Ну, похоже. Это я, знаете, для чего она трогает? Будем есть сейчас. Попробовать. Хочу приложить вам с солью хлеба. Давай. Вы, кстати, очень уже голодные. А есть помидор? Соль? Нет, это он дороговато будет. У вас не принято есть пока готовить. Мы приветствуем здесь гостей хлебом да с солью. А хотите? Очень вкусно. Такой быстрый перекусончик. Очень хочу, да, я голодный. Раз, два, три, четыре. И вот смотрите, пять, шесть, семь. А тебе хлеб где твой? А? А хлеб твой. Я уже съел. Анна. Очень вкусно. Анна, вы позволите мне уйти на рекламу? Да, конечно. Пожалуйста. Анна, я вас здесь куда-то оставлю. Сейчас рекламная пауза будет. Друзья, сейчас будет реклама, после которой мы вернемся. Вы знаете, как из мясных выкипешей связать носки любимому свекру? Попрыгунья старикоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как с желанием колбасы из тюрьмы вернулся сын. СМАК на Берн канале, друзья. У нас, как так, сегодня Анна Слю. Анна, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Спасибо. Еще раз. И, видимо, мы можем сейчас, да? Да. Друзья, помидорочки, которые прошли термальную обработку, мы кладем в ежики. И вот этот звук, и что Анне должно произойти дальше? Ну ничего, они там живут своей жизнью. Они живут... Ну, Анна, я хочу вас несколько расстроить. Вы актриса, вы красивая женщина. Вам не обязательно знать, но там в живых никого нету, Анна. Там уже давным-давно все тихо. Тихо-тихо. Ну что, вот это все должно... Она чуть-чуть пусть выкипает. Мы поэтому крышкой не накрываем. Не-не-не, мы прям наслаждаемся. Пускай выкипает. Что мы, Анна, будем делать с вами сейчас? Сейчас мы с вами будем делать чудесные гренки, доделать. Так. Выкипает... Выкипают ежи. Выкипают ежи. А вот смотри, я сейчас буду заниматься чесноком, А тебе задание сделать красиво как-то, чтобы это были не просто куски хлеба. Разве кусок хлеба это не красиво? Очень красиво. Ну, как ты, ну, немножечко... Ну, если я... Хочешь, просто разрежем наполам. Нет, я бы сделал вот так тогда. Сейчас я покажу, как мое представление красиво. Я бы сделал вот так. Очень хорошо. И вот так. Вот. А это что, не будем жарить? А это мы оставим для птиц-убийц. Да? Да, давайте еще нарежем. Нет. А вот это мы оставим для старичка-боровичка. У нас вообще еда не пропадает. Мы все для кого-то оставим. Для старичка-боровичка. Это для чая. Выключай. Это для... Ну, давай еще чуть-чуть порежем приобрет. Для лисички-шестрички. Так, я приступаю к чесноку. А мы что будем делать с чесноком? Мы будем сначала обжаривать. Чеснок? Нет. Гренки. Потом натрем просто. А потом мы положим их в такую кастрюльку, где будет чеснок. И ты сделаешь вот так. Так, ребята, все это надо посмотреть. Анна, тогда, пожалуйста, а сливочное масло там будет в этой кастрюльке? Ну, честно говоря, я думаю, что его можно... Нет, смысл. Смысл. Так, что, я могу начинать обжаривать грен? Да. Мы можем поменяться местами. Тогда мне нужно масло. Причем масла мне нужно, конечно, немало. Ну, да. Ну, и немного. Да. Немного и немало. Так. Разогреваем это все. Да, и, кстати, важно, чтобы хлеб был бездрожжевой. А, ну мы уже говорили про то, что дрожжи, зло. Дрожжи, зло мы не говорили. Дрожжи, зло. Я думал всегда, что Сталин – это зло. Нет, дрожжи, сахар и пшеница. Дрожжи, сахар и пшеница? На отце хочу жениться. Вот это очень... Очень... Вот даже вот в этом стихотворении, сатирическом, кстати, баратынского стихотворения... Даже в нем зло. Ребят, какая у тебя была очень дотея с гренками. Ты передумал, будем просто обжаривать? Нет, нет, я хочу сейчас все-таки... Я люблю, если честно. Ну, чего ж там врать-то? Мы любим, когда они обжаренные смазкинцы. Ну, да, но это... И с сахаром не будем посыпать. И с сахаром не будем посыпать. И хлеб-то без дрожжевой, и ржаной. Ну, по крайней мере, так мы договаривались. А как понять, что хлеб ржаной? Если... Нет. Если взять буханку, всех попросить замолчать и прислушаться, чуть-чуть ржет. Маленьким вас он. Хо-хо. Так, ребята. Так, ребята. Ну, вообще. Ну, ребятушки. Ну, готовим. Вот вкуснятину-то готовим. Анна, а вот героиня ваша, она готовить любит, которая Анна Козлова? Ну, ты знаешь, она, у нее просто, честно говоря, не было никогда шанса готовить, потому что она никогда... Некому готовить. Совершенно верно. А так, конечно, полюбит. Она, а вот сразу вот эта роль появилась. Что-то я разговаривал с Алисой Хазановой неделю назад. Ага. Так вот, Алиса сказал, что ей предлагали две роли. Значит, ну, не две предлагали, ей предлагали попробоваться в двух ролях. А что ей предлагали? Ей предлагали роль, которую играет Светлана Ходченко. А, значит, нам всем так предлагали. Всем предлагали. А Светлана, наверное, не в курсе. Я думаю, что в курсе, потому что на роль Светланы очень много кому еще предлагали, потому... Я знаю, я видел там, безруков, дюжит, все ходили. В Довиченко, Вова. Даже вы уже ходили. Даже отыграл две серии. Я немножко сжег хлеб, черт. Ничего страшного. Черт, черт, черт. Горанда. Все. Все, сейчас... О! Оп! Анна, вы же... Вот вы мне сказали, что вы не чувствуете горячего. А я правда не чувствую. Серьезно? Честно. Можете опустить руку в ежике? Нет, в ежике нет. Может, хотя бы вы чувствуете опасность? Да. Понимаете? Хотя вот у меня был случай, я уже не помню, кто был здесь. Я ему сказал, вы чувствуете горячего? И он говорит, не чувствую вообще. Я говорю, а можете нырнуть в ежике? Мы же тогда варили воду. Он говорит, пожалуйста. И зашел туда. Я говорю, а можете прочитать заставку программы «Доброе утро»? И он оттуда прямо варился. Он меня брал интервью. А потом ему еще говорил продюсер «Доброе утро». Что ты говоришь, Боря сегодня вареный? Борис Червакова брал вас интервью? Представляете себе? «Доброе утро» очень был. Был среди его вопросов вопрос телефона? Нет. Нет. Правильно. А что, у вас был? У меня я взял телефон. И звонил. И звонил по ночам, причем безо всякой причины. Просто соскучишься. Не, он просто говорит, что делаешь? Три ночи. Я говорю, кто это? Это Борис Черваков. «Доброе утро». А ежи-то там у нас вообще кипятятся. Сейчас мы начнем, там немножечко пробуем. Что? Соль. Соль? Туда? Да. Давайте. Вот такой прям, да, большой? Да, да, да. Давайте. Вот так вот. Отлично. Так вот, я вам хочу вот что сказать. Сюда хлеб? Да. Перекладываем хлеб. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Какой хороший, вкусный. Раз. Да это все туда же. Да, конечно, да. Все хорошо. И сюда накидываем чеснок на терке-натерке. Смотри, только надо не переборщить, иначе будет жестко очень. Ну, жестко и так будет. А как мы анна с вами будем? Вот сегодня, вы сегодня будете что-то делать? Спиритакль играть? В кино сниматься? Нет, нет, я сегодня посижу с племянником немножко. Посидите немножко с племянником? Да. Племяннику сколько лет? Нисколько, год. Нисколько. Ну, тут лучше. Нет, нисколько. Он еще не родился. Он тебе не родился. Он просто сестра, второй день, хоть с каким-то загадочным выражением лица, да? Так, ребята, правильно? Эх, матушки мои. Опа. Опачки. Ох, запах-то пошел, запах. И, Олег, не пусть оно там полежит все это. Пусть все там полежит. Вот так. А солью это будем посыпать? Ну, чуть-чуть позже уже. Ну, хоть сейчас посыпем. Крупный? Да. Еще раз. Вот хотите узнать, как наши космонавты в центрифуге? Все отлично. А теперь нам нужна сметана и зелень. Это мы тоже в гренке? Нет. Мы еще вот сюда чуть-чуть кидаем чесночку. Чесночка немножечко туда. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, сметанка есть. Тарелочки могу? Тарелочку, да. Глубокие, конечно. Вот такие, да? Да. Тарелочки такие. Даже, знаешь, да, отличные тарелочки. Это все собираем? Анна, я бы хотел два слова сказать по поводу того, как мы готовили блюдо. Да, рецепт. А вы меня будете поправлять. Значит, что мы сделали вместе с Анной? Мы взяли фарш, смешали его с жареным луком, с рисом, со специями, без барбариса, специи для плова и... И чуть-чуть красного каенского перца. И чуть-чуть красного каенского перца. Все это мы смешали, замешали, сделали это за ежики, положили в холодную воду, вода закипела, они стали там вариться. Сняли всю ненужную пенку, добавили туда обжаренную морковь на сковородочке, добавили туда потом обжаренный помидорчик на сковородочке. Туда добавили еще в самом конце немножечко чесночка, соль туда. Да? И это все вот так вот стоит, стоит, валится, выкипает, выкипает. Зелень берет следующее, петрушка и кинза. Петрушка и кинза. Укров мы пока что игнорируем. Все. Великолепно. Все, смешиваем. Вот сюда. Да. Да вот так. Красиво. Раз. Ну, как минимум это будет красиво точно. Как минимум это будет красиво. Раз. Вот такой будет соус у нас. Да, прекрасно. Смотрите, какой у нас будет фантастический. Мы делаем такой вот соус. Его можно посолить немножечко. Анна, позвольте вам соуса. Да, благодарю. Великолепно. Себе. Да. Позвольте вам греночку. Извольте. Благодарю. Себе. Ну что же, друзья, а теперь приступим. А знаешь, ты можешь прям макать. Веночкой туда, ну конечно, вот так вот брать. Хоп, и. Сейчас я попробую, друзья. Берем, как правильно разделать ежа. Вот, берем ежика. Ой. Ну, а сейчас ты почувствуешь, почему приправа для плова? Да? Угу. Сейчас почувствую. В этом есть определенный смысл. А уже пахнет. Ой. Ммм. Ммм. Анна. Да? Ах, вы какая затейница вы. Ну, приятного аппетита. От нашего спонсора. Корзина цивилонского ароматного чая Акбар. Чай Акбар. Неиссякаемый источник бодрости и энергии, хорошего настроения. Спасибо. Друзья, а теперь я хочу громко вас его слышать, мне заявить. И сегодня в гостях у нас была Анна Слю. Замечательная актриса, которая счастливила экран своим присутствием в сериале «Краткий курс счастливой жизни», снявшийся у режиссера Валерии Гагерманики. Давайте же поаплодируем Анне, поздравим ее с потрясающим рыбом и попросим Анна вас, приходите к нам обязательно еще. Все, я на секунду вас покину. Друзья, смотрите нас ровно через несколько дней. Узнайте, какая песня, знаменитая песня знаменитой группы «Квинн» в русском переводе называлась «Мы шампиньоны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова